Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск! Я бы хотел поблагодарить вас за вашу отдачу под моим последним видео. Чуть ли не 4000 лайков! Это очень круто! Вчера не получилось сделать видео, так как мой старый компьютер немного умер, не выдержал тяжелой судьбы. Но сегодня у меня появился новый, а это означает, что вас ожидает много-много контента. Итак, как мы видим, институциональный интерес переходит на совершенно новый, качественный уровень. S&P Dow Jones запустит криптовалютный индекс в 2021 году. Мы видим начало слияния криптомира с традиционными финансами. Вы понимаете, что это означает? Большие деньги готовы вливаться в крипторынок уже в 2021. Если вы еще не инвестировали в криптовалюту, когда было столько шансов, я вообще не знаю, что вы делали. Грамотные инвестиции в достойные криптопроекты – это не схема быстрого обогащения. На самом деле, даже наоборот, без конкретного плана вы потеряете здесь слишком много. Инвестирование в криптовалюты – это испытание воли, терпения и психологии. Каждый новый торговый день в криптовалюте – это психологическая война. Это может сломать вас, когда вы видите 50%, 70% и даже 90% отката своего портфеля. Но именно поэтому здесь же можно получать десятки тысяч процентов прибыли. Это не схема разбогатей быстро, это схема медленного терпеливого обогащения. Вот что дают криптовалюты, но только если вы знаете, что вы делаете. И теперь нас предупреждают прямо сейчас – Уолл Стрит хочет использовать биткоин и другие цифровые валюты. Они будут сотрудничать с американским поставщиком данных блокчейнов Лука. Как они говорят, их сотрудничество – еще одна веха, которая устраняет разрыв между экосистемой криптоактивов и традиционными финансовыми услугами. Короче говоря, Уолл Стрит готовит взлетную площадку. Пристегнитесь. Друзья, мы видим, что комиссия по ценным бумагам и биржам США на этом фоне объявляет о создании нового офиса, задачей которого будет специализация на инновациях в мире финансовых технологий. Он будет называться FinHub. На данный момент не очень понятно, что конкретно это означает, но похоже, он будет направлен и в сторону криптовалюты тоже. Ведь криптовалюта – это инновация в финансовых технологиях. Вспомните, как комиссия по ценным бумагам и биржам мешала росту курса XRP, когда она пересекла все претензии насчет того, является ли токен Рипла ценной бумагой или нет. Что в свою очередь мешало финансовым институтам США использовать XRP. Теперь Джей Клейтон, как вы помните, покидает пост управляющего комиссии, и это тот самый момент, когда у нас есть все шансы. Джей Клейтон был якорем, даже несмотря на то, что он знает. О да, он знает, что новая инфраструктура для финансовой системы уже на подходе. Рипл называет себя провайдером инфраструктуры новой финансовой системы. Джей Клейтон уходит в отставку в конце этого года, и это такой жирный намек на то, чего нам ожидать дальше. Друзья, кто бы что ни говорил, но все эти события явно не совпадения, и все они ведут к принятию Рипл XRP. К тому же, как мы видим, традиционные финансы, в том числе и центральные банки, испытывают серьезные перебои в работе. Европейский центральный банк несколько месяцев назад встретился лицом к лицу с крупным сбоем платежной системы. Мы видели остановки фондовых рынков из-за этого в Австралии, Новой Зеландии и даже в Японии. Все из-за сбоев в системе. Прямо сейчас нам уже намекают, что мы нуждаемся в технологическом скачке. Финансовая инфраструктура нуждается в этом квантовом импульсе. Кто-то даже говорит, что эти сбои спланированы, чтобы оправдать новые решения на основе криптовалюты, что грядут. Вспомните начало видео. Они хотят, чтобы криптовалюты пришли в традиционный финансовый рынок. Возможно, это спекуляция, да, согласен, но дело в том, что мы действительно нуждаемся в этом решении. И XRP выглядит этим решением. Ребята, я также хочу сказать, что Stellar Lumens сыграет далеко не последнюю роль в этом новом финансовом мире. Stellar и XRP как брат и сестра, и они будут идти вместе до финиша. Coinbase дает информацию о том, что курсы XLM и XRP в 98% случаев коррелируют, что означает, когда XRP двигается, XLM делает то же самое. И наоборот. Мы уже не раз убеждались, что XRP будет для банков, а Stellar будет для людей, таких как я и вы. И для нас это не пройдет незамеченным. Мы уже говорили о том, что на протяжении 6-8 недель, по словам контролера денежного обращения США Брайана Брукса, мы увидим четкую регулятивную ясность вокруг криптоактивов, в том числе и Ripple XRP. И когда они скажут готово, инвесторы в Ripple XRP и Stellar Lumens получат свое вознаграждение. Мы получим свое вознаграждение. Посмотрите на название следующей статьи. Красивая цитата. Генеральный директор PayPal говорит, что цифровые валюты неизбежно станут мейнстримными. Мы уже видели, как PayPal запустил криптосервис на своей платформе, чтобы люди могли покупать криптовалюту. Но они предложили лишь Ethereum, Bitcoin, Litecoin и еще какую-то крипту. Но не XRP. Ведь для XRP регулятивная ясность лишь ожидается. PayPal заявил, что после этого около 20% пользователей заинтересовались криптовалютой. Это сигнал на настоящий буллран, который еще даже не начался. И при этом курсы уже взрываются. Только подумайте, что нас ждет дальше. Когда настоящий буллран начнется, все глаза в финансовом мире будут направлены на нас, на криптовалюту. И тогда розничные инвесторы заинтересуются и спросят себя, почему я раньше не обращал на это внимание. Друзья, 99,9% не обращают внимания на то, что происходит. Мы обращаем. И поэтому мы станем новым 1% финансовой элиты в будущем взамен старому. Но с этим приходит и большая ответственность. Мы должны разбудить людей от их самоограничения. И ради этого я упорно веду этот канал. Это и моя миссия тоже. Открыть им глаза на то, что происходит за их спинами так долго. Теперь мы слышим такие новости, как, например, Канада может запустить свою цифровую валюту Центрального Банка быстрее, чем ожидалось. Мы будем слышать такие новости все чаще. Они говорили, что им нужны годы на это. Теперь годы превращаются в дни. А теперь вспомните, что это новости для масс. Классы же знают, все будет значительно быстрее. К этому и так все шло. Этот кризис здравоохранения и его последствия лишь ускорили процесс. Мы также должны следить за новыми пакетами финансовой помощи в США. Потому что именно в них, как я верю, должны начаться тесты цифрового доллара и цифровых кошельков для его хранения. Друзья, мы в шаге от новой финансовой системы. И XRP будет провайдером ликвидности в ней. А меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Давайте наберем хотя бы 4000 лайков под этим видео. Это большая мотивация для меня работать дальше. Завтра же выйдет огромный ролик. Минут на 25 или 30. Но он очень интересный. Он показывает, как и что будет работать в финансовой новой системе. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok